Она поможет принять участие в государственной программе по формированию комфортной городской среды. Это реальная возможность за счет краевых средств облагородить дворы, которые давно требуют ремонта. Глава курорта ставит задачу не медлить с подачей заявки на участие в программе. А подготовку необходимых документов нужно было начинать, что называется, еще вчера. Мы обязательно будем участвовать в этой программе, я уверен. Облагородить наши дворы. Если вы не проникнетесь, я буду. Довольно серьезно. Не шутите с этим вопросом. Государство дает денег, а мы не берем их. Это касается вообще благоустройства тех территорий, которые полвека ничего не делают. Замглавы Людмила Мурашова отчиталась об организации отдыха и занятости школьников во время летних каникул. С 1 июня в Анапе начнут работать детские площадки дневного пребывания на базе 28 общеобразовательных учреждений. Как подчеркнула Людмила Мурашова, главное требование к организаторам детского отдыха и занятости – всестороннее обеспечение безопасности. Это касается и отдыха на пляже. 58 человек, ответственных за купание школьников, посещают лагеря дневного пребывания и уже прошли необходимый инструктаж. В каждой школе провели обучающие занятия о правилах безопасного поведения на воде. О безопасности при перевозках говорила заместитель главы Анжелика Бузунова. На курорте должны работать только зарегистрированные перевозчики, автомобили которых соответствуют всем требованиям безопасности. Работу нелегальных таксистов продолжают пресекать. Проведено 52 мероприятия, составлено 65 административных материалов, 19 транспортных средств помещено на специализированную стоянку, 4 под сохранную расписку. Усилится борьба и с несанкционированной торговлей. Специальные мобильные группы продолжают выявлять и пресекать торговлю с рук, без разрешающих документов и сертификатов качества. Для того, чтобы убредить, нужно этим заниматься активно и, кроме того, качественно. Мы определились маршруты, вот эти набережные, вот это то, что касается наших маршрутов движения, вами четко определено, это утверждено уже главой муниципального образования. Как отметил глава города, курортный сезон 2017 должен пройти в первую очередь под знаком безопасности. Поэтому всем подразделениям администрации в ближайшие три месяца придется работать в усиленном режиме.